Всем привет! Смотрите, как создать резервную копию конфигурации Synology DSM и копию данных сетевого хранилища. Как восстановить данные с резервной копией Synology NAS? В современном мире, где цифровые данные играют ключевую роль, в повседневной жизни вопрос безопасности и сохранности информации становится более актуальным. От семейных фотографий до важных рабочих файлов, потеря данных может оказаться критической проблемой. В этом контексте обеспечение надежного резервного копирования становится неотъемлемой частью стратегии обеспечения безопасности данных. Однако, как выбрать подходящий инструмент для резервного копирования, который сочетает в себе надежность и удобство использования? Один из вариантов, который мы рассмотрим в этом видео, это использование стандартного функционала резервирования операционной системы. Synology DSM не только предоставляет обширные возможности по управлению данными, но и обеспечивает безопасность их хранения. А также рассмотрим, как настроить резервное копирование данных на Synology DSM с использованием приложения Hyper Backup, как создать резервную копию системы с помощью стандартного функционала системы и как восстановить данные и состояние конфигурации системы Synology NAS. Разберем шаги подготовки, основные функциональные возможности и детальную настройку резервного копирования для обеспечения максимальной защиты данных. Начинаем с подготовки системы к резервному копированию. Первым шагом на пути к эффективной системе резервного копирования на Synology DSM является создание учетной записи Synology. Этот аккаунт будет использоваться для доступа к DSM, основной операционной системе Synology. Для этого перейдите на официальный сайт нажмите ссылку «Создать аккаунт». Заполните необходимую информацию, такую как адрес электронной почты, пароль и другие учетные данные. Подтвердите свою учетную запись по электронной почте, следуя инструкциям, отправленным на указанный почтовый ящик. Для начала рассмотрим, как создать резервную копию конфигурации системы Synology DSM. Откройте панель управления, обновление и восстановление. Здесь перейдите на вкладку «Резервирование» и кликните по кнопке «Резервировать конфигурацию». После выведите сообщение со списком конфигураций, который содержит бэкап. Нажмите «Да» для подтверждения. После файла архива будет загружен на ПК. Для восстановления вам нужно будет в том же разделе меню панели управления нажать кнопку «Восстановить конфигурацию». Затем указать путь к файлу резервной копии и нажать «Ок». После чего старая конфигурация будет загружена. Таким образом вы сможете восстановить старую конфигурацию на новом устройстве. Но вы должны понимать, что версии DSM должны совпадать, иначе восстановление может завершиться неудачей. Следующий способ резервного копирования с помощью утилиты Hyper Backup. Это бесплатная программа, которая поможет настроить резервное копирование данных вашего сетевого хранилища. Для создания резервной копии данных Synology DSM убедитесь, что приложение установлено и готово к использованию. Для установки перейдите в пакетный центр, в разделе поиска найдите Hyper Backup и установите приложение, следуя инструкциям. Теперь ваш Synology DSM готов к созданию надежной резервной копии данных с использованием Hyper Backup. Hyper Backup – это мощное приложение Synology, предназначенное для создания и управления резервными копиями данных. Он обеспечивает гибкость и надежность в процессе сохранения вашей информации. Для создания резервной копии данных откройте приложение Hyper Backup. Далее нужно создать задачу резервного копирования. Кликните по плюсу «Создать». Программа предоставляет два типа резервирования. Задача резервирования данных и задача резервирования LUN. Резервирование данных – это копия папок хранилища. Резервирование LUN – копия сетевых дисков. Для начала давайте рассмотрим копию данных. В новом открывшемся окне нужно выбрать расположение резервной копии. Это может быть Synology C2 Storage, резервная копия в облачный сервер Synology, удаленное устройство NAS. Вы можете сохранить резервную копию данных на другом сетевом хранилище, а также в локальную папку и на USB. И в локальную папку и на USB одна версия. Отличие этих двух типов – способы хранения. В первом случае после первой полной копии в последующих записываются только изменения. И во втором – создание и хранение полных резервных копий. Теперь давайте рассмотрим каждый тип хранения детально. Для начала выбираем Synology C2 Storage. Далее. Здесь вы должны войти в учетную запись Synology. Synology C2 Storage – это облачное хранилище, предоставляемое самим Synology. Сервис платный. Для ознакомления доступен бесплатный тестовый период. Выберите тип и нажмите Next. Далее вам нужно указать папку для резервного копирования. Настроить расписание. После, для запуска процесса копирования нажмите кнопку Резервировать сейчас. По окончанию резервная копия загрузится на облачный сервис. Если у вас есть второе сетевое хранилище в сети, вы можете настроить резервирование данных на это устройство. Здесь нужно указать IP адрес хранилища, имя пользователя и пароль. Обратите внимание, что на целевом устройстве должна быть включена служба резервного копирования. Если это устройство Synology, установите пакет HyperBackup Vault. Далее выберите папку общего доступа на целевом устройстве и укажите каталог. Далее. Затем выберите папку резервную копию которой нужно создать и нажмите Далее. Если нужно добавьте резервирование приложений. Далее. Настройте расписание и нажмите Далее и применить. Резервировать сейчас. Да. После чего будет создана копия. Следующий тип резервирования в локальную папку. В таком случае копия данных будет храниться на этом же устройстве. Здесь нужно указать целевую папку где будет храниться копия и отметить ту резервную копию которой нужно создать. Добавьте резервирование приложений. Настройте расписание. После чего вы увидите то же сообщение что и предыдущие настройки. Нажмите Да чтобы создать копию. Следующий тип хранения файловый сервер R-Sync. R-Sync позволяет сохранять копию данных на другое сетевое хранилище Synology в вашей сети. Настройки похожи на те которые я показывал при подключении к другому нас хранилищу. Нужно указать IP адрес и учетные данные пользователя. Затем папку общего доступа и ту которую нужно скопировать. Добавьте резервирование приложений. Настройки расписание. Резервировать. Да. WebDAW это расширение протокола http предоставляющая функциональность для совместной работы с файлами на удаленных серверах. Он позволит сохранить копию на удаленном веб сервере. Также нужно указать IP, учетные данные и папки. Еще вы можете сохранить резервную копию с помощью OpenStack Swift. OpenStack Swift это модуль облачного хранилища Object Storage в фреймворке OpenStack. И далее представлены еще несколько облачных серверов. Хранилище S3, сервис от Amazon. Здесь вам нужно выбрать сервер на который у вас настроено облачное хранилище. Указать ключ доступа, секретный ключ, имя контейнера и каталог. Также вы можете выгрузить резервную копию данных на Dropbox или Google Диск. Здесь все просто. Нужно лишь войти в аккаунт, разрешить доступ к приложению Hyper Backup к сервису и дать разрешение. Затем указать папки. И сохранить копию данных. Также если у вас есть аккаунт на одном из этих сервисов, можно сохранить резервную копию здесь в HiDrive, JDCloud, Microsoft Azure, RecSpace, HiCloud S3. В качестве источника данных может быть целый том или конкретные папки которые вы хотите включить в резервную копию. Здесь в каждом из правил резервирования данных можно изменить расписание, изменить папки, данные приложений и другие настройки. При настройке резервного копирования в Hyper Backup вы сможете выбрать один из этих облачных ресурсов в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. Помните, что важно удостовериться в совместимости и безопасности при выборе облачного провайдера. Теперь имея резервную копию вы можете приступить к восстановлению данных на Synology DSM. В результате вы сможете вернуть удаленные файлы, восстановить систему после сбоя или даже перенести данные на новые устройства. Откройте приложение Hyper Backup на вашем устройстве в Synology. В меню программы кликните по кнопке «Восстановить». Далее нужно выбрать источник резервной копии. В списке доступных резервных копий выберите тот, который вы хотите использовать для восстановления данных. Это может быть определенный момент времени или конкретный файл. После нужно выбрать место восстановления. Здесь укажите, куда вы хотите восстановить данные. Это может быть оригинальное место хранения или другое место на вашем хранилище. И для начала процесса восстановления нажмите «Next». Hyper Backup будет отображать процесс восстановления и вы сможете следить за тем, какие данные уже восстановлены. По завершении вы получите уведомление об успешном восстановлении данных. Таким образом, мы вернули удаленные данные из резервной копии. Важно помнить, что регулярное восстановление данных помогает поддерживать безопасность и доступность вашей информации. Итак, мы разобрали, как создать резервную копию системы, копию данных и как восстановить файл из резервной копии. Регулярная проверка резервных копий гарантирует, что ваши данные под надежной защитой и в случае необходимости восстановления не составит труда. Помните, что резервное копирование – это ключевой элемент обеспечения безопасности ваших данных. И Hyper Backup предоставляет эффективный и удобный способ управления этим процессом. В том случае, если у вас возникли проблемы с восстановлением резервной копии, резервная копия повреждена или отсутствует, восстановить случайно удаленные данные с RAID массива Synology вам поможет программа для восстановления данных HATMAN RAID Recovery. HATMAN RAID Recovery поможет восстановить данные с разрушенного RAID массива при случайном удалении или форматировании дисков. В автоматическом режиме соберет массив из дисков и отобразит его содержимое. Для восстановления запустите анализ и дождитесь окончания процесса. Затем перейдите в папку для лежали утерянные файлы и восстановите их. Детальнее о восстановлении Synology DSM смотрите в других наших видео, ссылку я оставлю в описании. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok